Добрый вечер дорогие друзья, уважаемые поклонники волейбола, телекомпания Сургутон Форум ТВ и волейбольный клуб Газпром Югра приглашают вас в Сургут, где сегодня в завершающем матче первого круга чемпионата России среди мужских команд Суперлиги встретятся Газпром Югра и Зенит из Санкт-Петербурга. Это довольно-таки сомнительно, но в Газпром Югре после серии таких вот поражений эта победа необходима просто как воздух, потому что повторюсь очень много своего отдали Сургутяне в первой половине этого чемпионата. Вновь затяжной розыгрыш, который завершает Курбатов блоком Воронкову. Я думаю Федя Воронков вот в роли лидера питерского Зенита, хотя он наверное туда даже и не вторым, наверное третьим доигровщиком все-таки туда ехал, а вот сейчас эту роль настоящего лидера на себя примеряет. Я думаю, что в этой роли как раз Феде Воронкову комфортно, нужно ему время, чтобы вернуться вот этот ритм Суперлиги. Но Алексей Сафонов продолжает штамповать очки первым темпом. Здесь первый темп работает у Зенита. Ну по разорванному, на разорванный блок выводит Вадим Ажиганов. Все здорово. Пока на подаче Раджаб. 21-22. Ну в расстановке так без Либера проигрывает этот мяч гости. Да нет, здесь просто отжался Кобзарь. Предложил блокирующим поработать. Блокирующие против Родичева не сработали. А вот переходящий мяч для Алексея Родичева Петр Корсманович организовал. Еще одна неплохая подача. Не будет темпа. Будет тройной блок Титичу. И ошибается Титич. Ну есть видеопросмотр. Есть видеопросмотр. Титич просит своего главного тренера. В интереснейшей борьбе сургутяне забирают таки. Первую партию со счетом 29-27. Титич выиграл. Титич выиграл таким косым ударом. Ну казалось бы не самая удобная передача для Родичева была. Так вот тяжечки. 7-6 его команда впереди на подаче Ананев. Из-под первого темпа Иван Каратаев. Блестящее совершение действия. Кодовое направление решает Титич. И привыкли видеть его самые лучшие годы. Это... Ну не находка Ли, да? Ну здесь без блока. Прекрасен. Здесь был Янанев и... Ковалев. За эту ошибку. Ну сколько можно. Ну Петя Красманович на плюс-плюс принял. И Роджаб. Ну блестящий Кривиченко в защите. Без атаки. Нет с атакой. Нет с атакой. Остается... Зенит. На подаче Вадима Жиганов. Ну здесь абсолютно... Абсолютно неправ. Вый. Ха-ха. Блестящий эпизод такой любопытный. Выигрывает Роджаб этот мяч. То ли головой, то ли другой. Ну разрешенной частью тела. В волейболе по-моему все, да? Разрешено. Забивает переходящий мяч Ананев. Еще одна хорошая подача. Ну что, темпу отдаст? Отдал же темпу. Отдал темпу и Ананев забил. Забивает первым темпом Крубатов. Ошибкой Родичева на подаче завершается второй сет. 25-21. 1-1 по партиям. Вся борьба во встрече еще впереди. Так. Хорошая подача Тихонова. Но Родичев в приеме. Хороший-хороший. Роджаб в атаке. Алексей Родичев смотрим за его цифрами. Ну 4 из 8 забил. Который во второй партии вообще не появлялся на площадке. Так, первое касание. Первое касание от Ковалева по этому скорости не будет. Но будет она сейчас. И будет скидка от Федора Воронкова. 4-3 впереди «Зенит» из города Санкт-Петербург. Трудящиеся с тряпочками сейчас приведут площадку в порядок. Свою команду к победе нельзя. Нужны помощники. Пока у Федора Воронкова таковых не просматривается. Скажу вам откровенно. Хотя я и раньше откровенно говорил. Родичев все на опыте. Все здорово делает Алексей Родичев. 7-5 впереди его команда. Ну, останется этот мяч в игре. И через руки блокирующий игроков Тимофей Тихонов. Выигрывает в четвертой зоне. 7-9. И вот такие неприятные, повторюсь, силовые планеры Дмитрия Ковалева. Ну, и здесь хороший Роджаб. Тоже по-игротски мудро. Так, накатиком аккуратно сыграл. И вновь Кривиченко. Забивает Роджаб. Непростой мяч на двойном блоке. Здесь крайним уже пристроился так Ананев. Да нет, просто отжался Ананев. С хорошей высоты страхует. Но здесь тяжело будет Родичеву. Даже блок не стали ставить Родичеву. Расстановка без Либера. Ну, Родичев это... Ну, сегодня это опытнейший мастер. Диагональный Газпром-Любре Вячеслав Руднев. Так, еще одна хорошая подача. Вновь не будет темпа. Будет Железняков в четвертой зоне. Которого закрывают тройным блоком. То есть Каратаев. Своевременно пристроился к... Пока смягчили Сафонова, Алексеев. Ну, здесь не смогли постарховать саргутяне этот отскок от блока. Ну, мы видим, что Алексеев так продолжил. Продолжил свой путь, в том числе и на задней линии. И так вот его целенаправленно выцеливал Игорь Кобзер. Своим планером. Ну, и сейчас Родичеву, да, нет. Нет, здесь ошибка Эжиганова. Заканчивается третья партия. 25-21. Да, нет, ничего не забил он в третьей партии. Ну, здесь что-то вообще совершенно невообразимое. Что-то вытворили здесь хозяева площадки. Петр Крисманович. Два таких опытных мастера, которые уже... ...вместе играли не один год в составе сургутом. Не смогли разобраться на ровном месте. Раджаб забивает 3-4. И вот здесь Алексей Родичев продолжает с Петей Крисмановичем этот эпизод обсуждать. Петей Крисмановичем. 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 Завершает этот розыгрыш Раджаб. Хотя обилие ошибок, наверное, было и с той, и с другой стороны. Забивает Павел Железняков. И отлавливает блоком Петер Корсманович атаку из шестой зоны. На этот раз Тимофей Тихонов в приеме не так был хороший ванн. Здесь, конечно, прибавлять. Первым темпом здесь против Сафонова Корсманович справится. 12-14. Преимущество гостей. Они поймали свой кураж. Они уже нащупали свою игру. Они понимают, что они могут бороться даже таким составом. И вот Федя Воронков из второй зоны еще одну брейковое очко зарабатывает. Сделал все, чтобы максимально ее затянуть. Так, неплохая подача от Руднева. Тройной блок. Воронков. Блестящий в защите Кобзарь. Кобзарь. В зону, где он принимает Титич. Ну и собственной ошибкой. Как, собственно говоря, сегодня все и происходило. Завершается встреча не в пользу Газпром-югры. Поздравляем с Денисом Петербург с победой. Желаем гостям всего самого доброго. Ну, хозяевам площадки предлагаем не отчаиваться и настраиваться на борьбу во втором круге. Всего вам доброго и до будущей победы, друзья! Субтитры подогнал «Симон»